На повестке дня – коррупция. В правительстве региона обсудили комплекс мер по предупреждению взяточничества. Основная сфера, в которой сейчас риски коррупции высокие – образование. Деятельность сферы образования является, по мнению правоохранительных органов, одной из наиболее подверженных коррупционным рискам. Поэтому этот вопрос, безусловно, заслуживает особого внимания. Говоря о механизмах противодействия коррупции в сфере образования, специалисты отмечают информационную открытость. Родителям предоставлена возможность участвовать в организации учебного процесса, что снижает риски коррупции. Но лазейки для подкупа все равно есть. В честности мы относим к ним прием в образовательные организации, отчисление обучающихся из образовательных организаций, проведение промежуточной итоговой тестации, в первую очередь, единого государственного экзамена, привлечение дополнительных финансовых средств, связанных с получением необоснованных выгод за счет обучающихся и родителей. Особое внимание уделяют контролю за порядком итоговой аттестации. Под надзором более 80% пунктов проведения экзаменов. За текущий год выявлено всего одно нарушение. В пункте приема не проводилась видеозапись. Результаты экзамена были аннулированы. Мы постоянно в средствах массовой информации от родителей получаем информацию о том, что все равно какие-то там поборы существуют, сбор денег существует и носят фактически добровольно-принудительный характер. Вот в моем представлении мы порой ищем там, где светло. Вот скажите, пожалуйста, а вот в этом плане, чтобы выявлять такие факты, какие меры департаментам предпринимаются? У нас ежедневно с интернет-портала снимается по 5-10 обращений родителей. И если среди них оказывается обращение, которое связано с денежными поборами, недобровольными, то каждый факт мы рассматриваем вместе с учредителем образовательной организации. Специалистам департамента образования посоветовали не уповать на внешнее благополучие, почаще узнавать мнение граждан и применять новые методы контроля. Отдельно обсудили вопрос деятельности общественных советов. Как выяснилось, не все активно работают над вопросами противодействия коррупции. Ну и, конечно, бы хотелось, чтобы все общественные советы выполняли те формы, которые предусмотрены у нас нормативными документами. И правовую экспертизу проводили бы, и участвовали, приглашали общественность на рассмотрение значимых вопросов. Губернатор посоветовал поискать рычаги влияния на общественников. Сейчас для советов разрабатывают специальные методические рекомендации. Однако этот вопрос вынесут уже на заседание экспертного совета. Мария Папова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.